ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 христианства они являлись оплотом и в принципе вот посмотрите на этот огромный потрясающий но это конечно очень жалко но такую красоту разрушить конечно очень жалко но тем не менее ведь бог репрезентация бога для католицизма это вот он в этом соборе он вот в этих вообще граф огромных потрясающих соборах красоты обык необыкновенной но тем не менее он снаружи он не внутри и это есть то тот вопрос когда говоришь что для эры рыб свойственно разделение двойственность а то есть бог не внутри нас мы должны искать бога были снаружи сегодня эра рыб эра водолея приходят это сменяется тем что мы должны бог внутри нас нам не нужны вот эти огромные памятники ну памятники как напоминание искусства это прекрасно не нужны здания которые содержат в себе вот это что там бога там бога нет бог есть внутри то есть вот я считаю что именно это то что происходит происходит сейчас на земле и конечно очень жалко то что происходит памятник произошло с памятниками архитектуры но может быть высшие силы могли только так показать нам что пришло время сменить наше мнение на смотреть бога наружу искать и лучше его искать внутри ну да то есть они если да у нас есть вопрос давайте ответим добрый день вы в эфире здравствуйте здравствуйте уважаемая не да вы сказали что приход происходит смена всего место ужасно страшно в том смысле что получается что вот это эра водолея а как бы благоприятствует мусульманство и христианцы пришел конец и а мусульманца это очень агрессивная религия то есть получается всем религиям придет конец кроме мусульманство хочет услышать ваше мнение я надеюсь что я ошибаюсь я надеюсь тоже что вы ошибаетесь то есть это абсолютно не то что я хотела сказать потому что я уже много раз своих передачах говорила о том что новая эра водолея объединяет людей и вы не дослушали то что я сказала и религии были разные религии я не знаю как они пришли нам и почему они нам были даны но это было то в чем мы жили я не знаю сколько две с половиной тысячи лет до 5000 лет но или 7000 лет сколько мы жили 5700 по разным календарям потому что каждый следовал своей религии и бога искали всегда снаружи то есть нужно было прийти в церковь прийти к отцу я не знаю к муле я к рыбаю к батюшке и попросить у них там чего-то совета там обратиться к богу сегодня эра водолея наоборот обид она должна объединить всех народы она должна чтобы все люди поняли как то бы они не были по религии мусульмане и евреи христиане индусы мы все верим в одного бога хотя я говорю очень часто боги я еще раз повторяю эти все боги вышли все равно из одного бога кто такое бог мы не можем своими мозгами понять просто потому что нам это не дано это какая-то обалденная энергия я думаю что тех люди кто изучают каббалу у них более близкое понятие потому что там бог это не дедушка сидящий на небесах да это связано с энергией все таки просто у них очень сложно это объяснено потому что но это было тоже скрытое знание то есть нет ни в коем случае какая какие мусульмане вообще причем здесь мусульмане от того что во франции много мусульман но они там живут ну так что но тем не менее у нас вел уметь и мы все прекрасно знаем существует такая вещь как бога и там пока это бога и темпл называется никак иначе как храм всеми всех религий да поэтому вот тебе объединяющие дело не мусульманстве дело не в христианстве просто действительно религии по идее должны вести все к одному это к миру к добру абсолютно любви и именно вот это вот помните вот эту сказку про таро который я хотел раз начало с чего она тоже говорила что богиня сия она хотела мира осет хотел разрушения поэтому но тем не менее без разрушения нету жизни без смерти нету жизни у нас каждый раз умирают клетки и рождаются новые мы умираем и рождаемся поэтому двойственность все равно нужно принять и вот именно принимание этой двойственности это самый сложный вопрос для нас людей а кстати если мы говорим уже про то смену мира я вот когда готовилась передачи мне пришло еще такое а ведь september 11 2001 года ведь тоже было разрушение системы ценностей то есть если мы посмотрим с этой точки зрения и с политической и вообще забудем что это сделали мусульмане и общем мы понятия не имеем кто это сделал ok и кто это спланировал поэтому не будем про политическую часть этого я говорю про духовную часть о том что это произошло разрушение ценностей то есть может быть нам высшие силы хотели знать дать знать что пришло время обратить внимание на другие ценности на духовные ценности и посмотрите что произошло после 2001 года ведь мы никогда не вернулись к прошлому ведь ничего не стало то как было ничего то есть что процентов до и после даже решили не перестраивать башни близнецы потому что потому что эра меняется я только чего он призывает наша передача это к тому чтобы люди посмотрели во внутрь себя нашли себя внутри через любую духовную практику через любые духовные системы потому что если мы будем искать бога снаружи или искать воплощение своего счастья в деньгах то что представлял наш world trade center к сожалению мы там счастья не найдем и поэтому система таро перейдем обратно к системе таро она нам дает такую очень интересную интересную позицию она с одной стороны предсказательная практика с другой стороны очень духовная а мы сегодня не говорим то есть вот не давайте тогда до того как следующую историю о чем как думается все таки возникла таро скажем а зачем вообще нужно прорицание ведь некоторые люди считают что будущее предначерта на то какая разница мы его знаем или нет я думаю чтобы это нужно знать для того чтобы может быть поменять курс вот этих предначертаний а мы об этом говорили в прошлый раз что это абсолютно возможно если ты знаешь ты можешь повлиять на ход событий то есть если мы должны прийти отсюда до нью-йорка то с чикаго до нью-йорка то дорог множество да то есть как мы знаем что мы абсолютно точно будем если мы знаем что нас обьет машина на гарден стейт парковой в ниджерси то мы возьмем там восьмидесятую дорогу и не поедем по гарден стейт а я хотела сказать про кого это мы а мы про пушкина говорили да то есть он знал точно что он будет белым белобрысым поэтому другой его не уявляет но тем не менее да у нас есть начальная точная и конечная . но дорог туда ведущих очень много и именно в этом вот эти предсказательные системы могут нам помочь если человек хочет чтобы мы помогли потому что если человек приходит гадалки и угадалкой но как предсказатель гадалка да там духовный человек ясновидящие и скажет и спросит вопрос но не будет следовать совету то как бы а зачем было тогда ходить потому что если смотреть что мне это вот мне это дали и вот мне сказали что это случится и стать таким фаталистом то ну как пушкин да в какой-то зелене то может быть лучше таким людям и не ходить помнишь мы говорили там а ты действительно тебя легко запрограммировать или нет сегодня наверное нет но раньше было легко кто-то называет это мнительность и называет это вера беру что очень многие люди действительно понимают что они в это верят они просто боятся если бы им заранее сказали перед приходом гадалки что у них все будет хорошо они бы пошли гадалки но они боятся услышать то чего не хотят и вот в этом тоже есть вера и тем не менее то чего мы не хотим услышать добрый день выучили здравствуйте не на скажите пожалуйста я хочу спросить про пушкин почему согласился идти на дуэль с дантесом если он видел что он бандин и к тому же его оскорбил не он а другой человек уже мог потребовать именно того кто его оскорбил я думаю что это нужно спросить у пушкина вы знаете я у я читала про пушкина много информации я хотела делать целую передачу потому что на самом деле умерли пушкин и был ли он вообще неизвестно у нас если он еще задумал добрый день вы в эфире добрый день добрый вечер надо еще немного понимать потому что например академику лихачеву это я не знаю предсказательный цели кто сказала о том что у него горит уникальная библиотека которая много лет собирал ну это называется в каждой шутке из доли шутки не я понимаю вы знаете нужно просто ко всему относиться очень понимать что у каждого каждого события у каждого человека с которым и встречается есть несколько несколько причин и какие-то вещи можно изменить а какие-то вещи нельзя изменить например если вы идете настоящему целителю если люди которым они или год и предсказателю некоторым людям они говорят я тебе гадать не буду уходи или я тебя целить не могу уходи то есть они видят что они видят кармическую или какую-то связь или какой-то вещи что этого изменить нельзя есть такая у паула куэль и есть такая я рассказывала по моему на одной из передач в книге есть такой рассказ о том что какой-то я не помню по моему испанский известный он был известный человек там на медиа человек он ехал к целительнице духовные целительницы со своей группой людей и в аварии встречи и попали в аварию по дороге к ней то есть вроде бы ты идешь с хорошей целью ты идешь к светлому человеку и тем не менее ты попадаешь в аварию они попали в аварию и все стали живы никто не поранил но машина естественно в тотал и он спрашивает целительницу ну почему ведь мы ехали мы такие вроде бы ну не совсем плохие люди ехали к тебе с чистой целью почему это произошло и она сказала есть вещи которые изменить нельзя авария должна была случиться но от того как ты жил какую-то жизнь до какой-то участок было зависело то как эта авария закончится то есть как ты видишь все нормально и ты и вы все остались все остались живы у меня есть притча очень коротенько коротюсенько но и в то же время вопрос из пункта а в пункт б выехал скорый поезд и мчится со скоростью 200 километров в час по тем же рельсам из пункта б в пункт а выехал такой же скорый поезд и ехал с той же скоростью 200 километров в час концовка в том что они не столкнулись ну да они в разное время может выехали нет нет знаешь почему не столкнули не судьба не судьба на из не судьба все по тем же рельсам то есть на шишечку нужно было ничего нельзя сделать то есть как бы было предначертана судьба библиотеки на место где она сгорит а чем на самом деле руководствовался пушкин тоже очень интересно потому что но если смотреть вообще на историю пушкина и считает что он был масоном и мы не знаем действительно ли он во первых его убили было ли вся эта история действительно правдой но тем не менее если он может быть он знал а может он надоело ему там мы не знаем чем он руководствовался то есть может он уже себе сказал надоело мне это жизнь все уйду из этого то есть есть такие вот например и был такой очень потрясающий человек в эндайр он просто решил уйти из этого тела надоело ему старое старое тело и он решил он понимает что он родится реинкарнируется то есть те люди которые знают что они не уходят навсегда и вы уйти не страшно вот поэтому ну а с другой стороны если бы пушкин хотел уйти и покончил жизнь самоубийством это бы не было это совсем другое то есть как бы это не может взять свою собственную жизнь потому конечно а для была потому что это грех не потому что это грех а просто потому что мы не правильно это ты должен прожить столько сколько тебе дано быть в принципе не каждое самоубийство тоже заканчивается смертью то есть если тебе не суждено вы издит через самоубийство Ты тоже не удивляешь. Тоже не, да. То есть можно с другой стороны посмотреть. Это тоже не так всё легко. Не так всё легко, да, даже самоубийством. Вернёмся к Таро. Давай. Следующее, то есть я просто хочу, чтобы вы понимали, что такое Таро. Таро – это 78 арканов, то есть карт, картинок, потому что не каждый человек знает, которые делятся на три такие составляющие, у которых есть вот эта часть, также о которой гадают гадалки, это называется младшие арканы, есть старшие арканы, это очень-очень духовные арканы. И вообще слово аркан переводится как тайна, то есть 78 тайн сокровенной глубины. И вот, то есть Таро – это новая карта реальности, то есть это… Ну что там тут есть, нет? Нет. То есть что нам может… Я хотела бы про историю рассказать, но у нас не так много времени. Я хотела тогда сказать о том, что расклады Таро могут нам показать то, что мы называем духовный путь. И это называется путем спасения. И цель этого… Для чего люди вообще занимаются духовными практиками, идут по духовному пути развития, это очень интересный вопрос. Для чего люди ищут просвещение? Вот кому это надо? И тем не менее, в определенном возрасте, сейчас возраст становится все моложе и моложе, и как я вижу, то есть люди начинают интересовать вопросы, кто я, откуда, зачем я пришел, неужели я пришел сюда только кушать, там, любовью заниматься, там, деньги зарабатывать, каком бы ни был я счастливый и хороший, да? То есть неужели нету в моем существовании какой-то другой цели? Смысла. Смысла, да. И тогда человек начинает по чуть-чуть, там, кто больше, меньше, но мире все равно идет по какому-то духовному пути. То есть цель этого, духовный путь называется путем спасения, и его цель – обретение человеком целостности. То есть как бы, а целостность – это и есть наше здоровье, наше счастье, наша радость и все наши жизненные наслаждения – целостность. То есть оно и называется «Холлнес», да, Илья? Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам короткий вопрос. Скажите, а есть люди безгрешные? Хороший вопрос, спасибо. Сейчас попробуем ответить. Слушаю вас. Ну, я думаю, что есть люди, которые смогли отработать свои грехи, наверное. Ну, и что такое грехи? Давайте начнем. Отработать в виде кармы? Нет, отработать, сознательно проработать. То есть, вот это, кстати, то, к чему я шла. То есть, когда мы рождаемся, мы уже нецельные. То есть, давайте не назовем это грешные. Окей, потому что слово «грех» – это вообще христианская вещь, которая в Христе… А мы говорим, что мы идем в другую эру. То есть мы уже против, против, против греха. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вот у меня такой интересный вопрос. Вот индийская религия – это единственная религия, которая оперируется словом «вимана». Некий летающий аппарат, на котором летали боги. И даже в Махабхарате вроде бы есть даже описание, как ее построить, эту виману. И они пишут, что были виманы для полета по земле и на полетах звездам. Так, может быть, все-таки люди произошли от этих пришельцев? Вы знаете, это была тема нашей позапрошлой передачи. Владимир Высоцкий очень здорово ответил на ваш вопрос. Удобную религию придумали индусы. Да, но они таки действительно. То есть мы об этом говорили, что да, я так считаю. То есть как бы мы произошли от пришельцев, смотря, все при том. То есть потому что когда-то эти души населили землю. Только мы говорим про миллионы и миллионы лет назад. Поэтому давайте, это была уже тема. Посмотрите в архиве. Правильно? Правильно. Окей. То есть когда мы рождаемся, часть нашей личности у нас уже вытеснена, если по психологии говорить, в бессознательное. То есть мы не воспринимаем часть своей личности. Почему? Потому что мы рождены людьми на нашей планете, и мы должны были жить в двойственности. Поэтому у нас было понятие хорошее, плохое. Ангелы, демоны. Белое, черное. Белое, черное. Тем не менее к белому, черному, там к теплу и холоду мы относимся нормально. Но мы должны понимать, что в каждом хорошем есть плохое, в хорошем в плохом хорошее, в белом черное, в черном белое и так далее. Но мы очень часто это вытесняем его и не принимаем. То есть мы это принимаем или как чужеродное, или что у нас этого части вообще нет. И вот Карл Густавьюн назвал это тенью. То есть мы не принимаем свою тень. И это уже приходит, мы прихождаемся с этим. То есть если назвать это греховностью, но назовите это греховностью. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Безгрешным человеком должен был быть Моисей. И по Торе безгрешный человек войдет пешком в рай. Тем не менее Моисей в рай не вошел, он скончался на горе. И дело в том, что он тоже совершил грех. И опять в Писанавторе он ударил под колей, потекла вода. А Господь сказал просто, что нужно было сказать, вода. Вот так. Ну и я не буду занимать время, там много всяких. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Балер, вот я тоже как раз хотел замечание сделать. Почему христианское? Это иудейская религия, то же самое. Окей, спасибо. Извините, может, я не права. Но в этом случае это все равно понятие прошлой эры. Поэтому говорят, два еврея тренингиняю. Так что все нормально. То есть я про то, что мы назовем это не греховностью, а не целостностью. И вот именно путь к этой целостности, из-за того, что мы рождаемся и у нас уже заблокирована какая-то часть самих себя, именно это заставляет нас делать какие-то поступки, которых мы можем потом пожалеть, как греховные поступки, мы можем говорить. Или испытывать определенные эмоции, которые нам не нравятся. Но в определенный момент человек по своему предназначению должен начать искать себя. И когда он начнет искать себя и прорабатывать сознательно вот эти вот все проблемы, которыми он пришел или наработал, тогда у него откроется целостность. И именно глубинный смысл Таро, про что я говорю, это тот показательный путь к целостности через показ этапов жизненного пути. Потому что есть такое понятие, как путь героя. Каждый человек проживает этот путь. А почему он называется героем? Потому что те души, которые выбрали родиться на земле, мы можем им дать, как бы, знаете, медаль. Потому что они все герои. Потому что до того, как душа рождается, она знает, что у нее будут проблемы, неприятности и так далее. И вот 22 старших аркана – это описание отдельных этапов жизненного пути человека, который должен пройти каждый из нас. И поэтому арканы Таро могут нам открыть именно этот путь к счастью, здоровью и целостности. Поэтому не надо воспринимать это только как гадание, как предсказание, но и как советы. И духовный путь. Так что развивайтесь духовно, любите себя. У нас нет возможности уже брать звонок. Мы через минуточку заканчиваем. Даже меньше, чем через минуточку, мы ровно достаточно времени сказать вам спасибо огромное. Мне лично было очень интересно, но это мое личное мнение, вы это знаете. А вам огромное спасибо за эти, за рассказ, за притчу, за все интересное. И я надеюсь, мы увидимся в следующий раз. Благодарю всех. Всего доброго. Спасибо. Будьте здоровы. Благодарю.